Дорогие друзья, всем большой привет! В этом видео покажу еще несколько розочек из своего розария. Первая роза Андрей Лиседене, относится к группе Шабы Кустовой Розы. Это Франция, Массат 2013 года. Довольно такой компактный ветвистый куст с очень прочными побегами, которые не склоняются под тяжестью довольно крупных цветов. Количество шипов умеренное, высоту куст около метра, ширину сантиметров 80-90. Цветок очень крупный в полном распуске, около 14 сантиметров, довольно тяжелый. Побеги прямо держат его вертикально, не склоняются даже на стадии отцветания. Цветок ярко-розового цвета. Если присмотреться поближе, то с изнаночной стороны более светло-розовый цвет. Получается такой красивый объем, когда смотришь на розу особенно сбоку. Цветок густомахровый роза не показывает серединку, стойкий, стойкость довольно отменна на прямом солнцем нажере, держится более двух недель, прохладное время длительности цветения увеличивается, но от дождем она абсолютно никак не портится. Это хороший показатель декоративности сорта. Многие розы, особенно светлые сорта, часто портятся дождями, теряют свою декоративность. Этот сорт абсолютно лишен этих недостатков. Аромат розочки такой легкий, приятный, но он присутствует. Его можно почувствовать особенно безветренную погоду, когда подходишь к кусту. Многие ко мне, кто в гости приходят, обращают внимание на этот сорт. Вот нравится такая роза. В каталогах она не так красиво смотрится, вот именно когда ты на нее смотришь, вот она перед тобой. Очень красивый, здоровый сорт. Еще одна розочка, это Шанталь Мерие, носится к группе Шрабы. Это Гио, 1999 год. Она из серии Дженни Роза, а если вы знаете, то это очень ароматная серия, очень крупные цветы изысканной формы. Они обладают довольно обильным цветением, и что немаловажно, они имеют крепкие побеги. Все розочки из серии Дженни Роза, Гио. Роза цветет довольно крупными цветами в полном распуске, около 10-11 см. Ярко насыщенного розового цвета. Раскрываются они в такие чешевидные цветки. Довольно медленно, цветок густомахровый. Роза никогда не показывает серединку. Стойкость цветка хорошая. На прямом солнце на желе держится более двух недель. Дождем может немножечко портиться, особенно крайние лепестки. Цветет повторно, между волнами есть небольшой перерыв. Аромат средней интенсивности, но он присутствует. Побеги довольно прочные, особо не склоняются под тяжестью таких довольно массивных цветов. Аромат для меня немножко необычен, слишком сладкий, но некоторым нравятся такие ароматы. Еще одна розочка это Польба Кюс, Массат Франции 1992 года, относится к группе Шрамы. Куст довольно ветвистый, высоту около полутора метров, ширину сантиметров 70-80 см. У меня пока небольшой куст, метр двадцать максимум, но в более теплом климате он может вырасти до двух метров. Цветок довольно крупный, густомахровый, в полном распуске, до 12-13 см. Розового цвета. Имеются небольшие оранжевые оттенки, особенно которые проявляются в прохладную погоду. Внешние лепестки в раскрытии образуют чашу, которая истончает достаточно легкий фруктовый аромат. Цветки очень интересные, красивые, с большим количеством лепестков. Они меняют как и цвет, так и форму в течение всего сезона. Довольно долго держатся на кусте, напрямую солнце на жире. Цветок держится более недели прохладное время, длительное цветение может увеличиваться. Дождем розочка никак не портится, что тоже достаточно хороший признак декоративности сорта. Цветет обычно кистями, 3-5 розочек, бывает и больше на одном побеге. Побеги довольно прочные, но немножечко склоняются под тяжестью довольно больших шапок цветков. Листва темно-зеленая, глянцевая, кожистая, сам листик довольно крупный, смотрится тоже довольно эффектно. Великолепная роза с чудесным ароматом. Многие отмечают, что этот сорт абсолютно не имеет никаких недостатков. Еще одна роза, Chateau de Barberolles. Относится к группе Floribunda, это La Perie France, 2015 год. У меня пока небольшой куст этого года посадки, можно сказать, первое летоцветение. Кустик нарастила небольшой, около 60 см, но вообще-то должны быть большие кусты, 1,10-1,20 см и в ширину 1,70-1,80 см. Цветок красивого, нежно-розового цвета, в полном распуске около 12 см. Появляются они в кистях, в соцветиях до 3-5 розочек на одном побеге. Очень долго держат форму, напрямую солнце на жире держится более 10 дней, и прохладное время длительности цветения может увеличиваться. Еще я заметила, что роза прекрасно переносит дожди. Вторую волну роза начала цвести, когда у нас уже началась дождливая погода, так что цветочек очень хорошо показал себя, абсолютно никак не реагировал на дождь. Цветет обильно, первая-вторая волна, между волнами есть перерыв. Листва густая, темно-зеленая, глянцевая, очень эффектно контрастирует на фоне таких нежных-нежных цветов. Если у вас остались вопросы по этим сортам, пишите, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!